Всем добрый день, это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару и сегодня у нас в гостях далеко не первый раз, но первый раз по ходу за полгода, да? Да, давно у меня не было. Главный редактор и владелец известной газеты Вечерка Владимир Кантемир, один из самых эпатажных журналистов и медиа-менеджеров в Забайкальском крае. История взаимоотношений Читару с Вечеркой не самая простая, но мы всегда найдем тему, которую можем обсудить вместе в эфире коллегии, например. Сегодня мы хотим обсудить фотографии с бандитами, которые Володя Владимир Иванович Кантемир постоянно где-то находит и находит в себе смелость публиковать. Более того, Вечерка постоянно ведет вот эту вот бандитскую тему, да? С одной стороны, с другой стороны рассказывает о том, как складывается судьба бандитов в колониях, да? Поддерживает с ними контакт и даже находится, по-моему, в каких-то творческих взаимоотношениях. Например, вот бандит Ведерников, он, по-моему, вам что-то даже пишет, да? Да, что касается Ведерникова, мы его в свое время назвали там нашим субкором по ту сторону решетки. У него неплохой слог, может где-то образования не хватает, потому что, как я уже говорил, не в ту дверь в свое время он зашел, а его нам пишут письма, и пишут не только он, многие заключенные, и не только Забайкальские, то есть Вечерка как-то мы, сами того не подозревая, проникли туда за колючку, и обратная связь с российскими колониями у нас работает от Баренцева моря до Тихого океана. В общем, такая тема довольно специфическая, которой никто в Забайкальском крае предметно не занимается, периодически кто-то что-то про это пишет, конечно, эпизодически, но так, чтобы на потоке, это вот делает только Вечерка, где-то там в конце газеты у вас все время, да, что-нибудь эдакое. Нет, у нас есть и рубрика декриминализации, у нас есть рубрика банды, у нас вот относительно новая рубрика ментовские войны, потому что анализ вот нашей работы этих публикаций показал, что все эти вот той пресловутой вишенкой на тортике любого преступления, какое-то вмешательство полиции именно такой в качестве оборотня в погонах. Очень много таких преступлений было совершено в 90-х, нулевых, да и в десятых тоже. При этом ситуация с организованной преступностью в Забайкальском крае довольно сильно, по-моему, изменилась за последние лет 15-20. Условно, вот новые все эти руководители регионального управления УВД, которые сюда приезжают из других регионов, по-моему, последовательно переловили наиболее одиозных лидеров, да, преступных группировок, организовали эту работу. Ну, лично я снимаю шляпу перед авторами проекта, насколько я понимаю, когда была своими же руками разрушена верхушка Осиновской группировки, то есть, когда Красный пытался взорвать Осину, да, в конце концов, Осина убил его боевиков, Красный случайно повесился в колонии. Это говорит о профессиональной работе грамотной вот наших силовиков, которые это сделали. Ну, и по сути, я так скажу, Андрей, если бы ситуация оставалась, какой она была, в нулевых, в первой половине нулевых, мы бы не сидели тут рядом, может быть, фотография была бы с черной ленточкой. Хотя, такое опасение чего-то подобного, между прочим, дежавю такой возник у меня недавно на той неделе в судебном заседании, где был допрошен в качестве свидетеля по одному из моих многочисленных исков, вернее, поданных на меня с одним известным предпринимателем, и там на мониторе был Осинцев, он сейчас в Ивановском централе находится, и очень холодок такой пробежал, я боялся. Ну, вообще, освещение подобной темы не может, наверное, проходить без холодка, без некоторого, да, то есть, специфическая тема, вот вечерка с этой темой, тем не менее, работает, несмотря ни на что. Здесь, наверное, где-то можно и шляпу снять перед коллегами, и мы ее снимаем, но мы сегодня... Цитата такая, прошу прощения, в свое время тоже какую-то тему поднимали, и вышел на связь как раз Ведерников, он тут на централе был, и я ему говорю, Дмитрий, меня же завалят после этой публикации. Он говорит, не боись, если бы тебя завалили, то это был бы я, но я за решеткой тебя валить не буду. Да, мы не будем обсуждать детали этой работы вечерки, и не будем погружаться в историю вот этих бандитских разборок, которые, ну, львиная их часть как-то отошла в прошлое, слава богу, там, да. Мне всегда было интересно, я всегда хотел задать этот вопрос, хотя я знаю, что ты сейчас и кивоками уйдешь от прямого ответа, логичным образом, а откуда у тебя все эти фотографии с бандитами берутся? Тут нету, я никуда уходить не буду, то есть это был слив дозированный в свое время. Один? Нет, порционно. Это слив не только, я имею в виду, со стороны правоохранителей, сливали фотографии также сами бандиты, там, кто-то на кого-то обиделся и слил эти фотографии. Кроме того, процентов на 20-30, если изучить эти фотографии, то есть они, многие, некоторые вот находились в открытом доступе, там, где-то братва отдыхает, гуляет, и у кого-то на страничке где-то появляется эта фотография. Понятно, мы ее оттуда выдергаем, но те основы вот этого архива вечерки с этими фотографиями, я считаю, вот именно где политики наши, предприниматели, депутаты-чиновники, полицейские, даже губернаторы в компаниях этих братьев-великих пьют водку. Это, конечно, была с моей стороны проделана какая-то работа, но в конце концов они появились у нас в архиве. Источники никакие журналисты профессиональные никогда сдавать не будут, я поэтому Володю и пытать не буду, кто, зачем и почему сливал, ну вот он примерно это обозначил. Вообще, в этом так называемом архиве газеты «Вечерка», которая, подозревая, является папкой на чем-то компьютере или где-нибудь в облаке, особенностью этого архива, частью этого архива является то, о чем Володя только что сказал. На части фотографий рядом с уже осужденными в том числе лидерами, в том числе преступных группировок, или отошедших в мир иной лидерами преступных группировок, присутствуют люди, которые играют не последнюю роль в забайкальской политике. Эти фотографии всем довольно хорошо известны, на них присутствуют такие люди, как действующий спикер ЗАГС Собрания Юрий Михайлович Кон, он депутат ЗАГС Собрания, или Чеченской областной думы, не помню, был он в ЗАГС Собрании, был, по-моему, Никонов, да, ректор вуза, который я закончил, Чеченского государственного технического университета, покойный ныне Резник. Есть на фотографиях депутат Законодательного собрания, бывший главный хирург Забайкальского края Соклаков, да, он участвует вот сейчас в праймере с «Единой Россией». Есть на этих снимках не раз я видел вице-спикера регионального ЗАГС Собрания, Бутыльского, тоже члена «Единой России», ну и некоторые другие, так скажем, люди, и мы вернулись к этой теме после того, как спикером ЗАГС Собрания был назначен Юрий Михайлович Кон, да, «Единорос», который на этих фотографиях присутствует, и я вообще-то разговаривал с Коном по этому поводу, кому было интересно, да, видели, наверное, эту редколлегию с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович объяснил присутствие свое на этих фотографиях тем, что он не знал, чем именно занимаются эти люди, они просто принимали участие вместе в праздновании тех или иных дней рождения. Такая позиция у Кона, ну, она вызывает некоторые сомнения, и с моей точки зрения, я эту точку зрения в Телеграме читарушном высказывал, я считаю, что люди, которые занимают высшие государственные должности, уровня там спикера ЗАГС Собрания, губернатора, даже председателя комитета, лидера какого-то там, не знаю, то есть, если они входят в исполком «Единой России», правящей партии, они, скорее всего, не имеют морального права, наверное, присутствуют на этих фотографиях, то есть, наоборот, коли уж они присутствуют на этих фотографиях, ну, можно, наверное, заниматься политикой, но не на высших государственных должностях. Юрий Михайлович говорит, что времена были такие, вот мы были на этих фотографиях, потому что, ну, очень условно, на них нельзя было быть там, вот все были как-то там знакомы, пересекались и так далее. Вопрос, на самом деле, спорный, сугубо субъективный. У меня такое мнение, у Коно такое, а у тебя какое, Володя? Ну, я посмотрел редколлегию, я передаю привет Юрию Михайловичу, и я считаю, что он, как минимум, слукавил, отвечая на твой вопрос по поводу появления на этих фотографиях. Истории там другие немного, насколько я знаю, но именно что касается, то есть, немало проблем у нас было за публикацией этих фотографий. Что касается людей, появившихся там, да, все, вплоть даже бывший сенатор от Забайкаля, он нынешний сенатор, есть тоже на фотографиях там с Ключевскими, по-моему, водку тоже пьют там. Говорит, Володь, ну, ну, время такое было, либо я с ними там на охоту бы ездил и водку бы пил, либо они бы меня убили. Ну, резон в этом тоже есть. К Юрию Михайловичу я вернусь сейчас. Ну, мы с таким же успехом можем оправдать, например, генерала Власова, да, вот он пришел, либо я бы перешел на сторону немцев, либо они бы меня грохнули. Так? Потому что в России, ну, в 90-х нулевых там власть похерилась, и пришли эти ребятушки, их как он называет, я тоже вернусь к этому, пришли к власти. Ну, в 41-м власть дала слабину, пришел Адольф Лоизович со своими головорезами. И оправдать, давайте мы всех тогда коллаборационистов оправдаем. Где-то я вот эту параллельно хожу и вижу. То есть, ты человек законопослушный, ты человек с образованием, человек какой-то должности, лидер какого-то общественного мнения, если ты там депутат уже, да, ты не имеешь права фотаться и бухать водку с людьми, руки которых не по локте, там, по плечи, в крови. Что доказано судом? Да, да, то есть судом доказано, что все они убийцы, все они там разбойники, и нет у тебя такого права с ними фотографироваться. Заявление Юрия Михайловича, что вот там все, как-то он через порт туда завел, да, что все спортивные какие-то события эти ребята сделали. Они приходили к тренеру Синицу. Они приходили к тренеру Синицу. История такая, это было в подвале, в туристе. После моей публикации про Асиновский тогда как раз ЛДПР захватывали. Вышел у меня, я об этом говорил уже, по-моему, за Байкальский комбит ЛДПР, они туда Федорова пропихнули на должность координатора главного партии, и люди красного затащили меня туда в подвал. И там жесткий был разговор. Игорь Николаевич, между прочим, как-то наоборот, там меня от этих своих головорезов немножко отодвигал. Слушай, есть такая байка, что тебя вот там вывозили в лес бандиты, там могилу тебя заставляли копать. Ну, это не байка, это было такое, с Ключевскими ребятами. И чем закончилось? Да, ничем. А как-то... Конечно, страшно, я повторюсь. Ну, в который раз, вот, не только в журналистской ипостаси там были ситуации, когда ты понимаешь, что у тебя сейчас кирдек, у тебя не стоит. Какой-то момент приходит, когда апатия такая, будет что будет. То есть, ты смирился, вот и там как-то так получилось. Нет, я не полез на стойку, там отбиваться нет. Ну, и бесполезно, наверное. Ну, не, ну, это была акция устрашения, то есть, таким образом меня напугали. И это тоже было связано с политиками. Слушай, ну вот часто тебе спокойнее жить, работать в Забайкальском крае, чем в те годы? Вот ты говоришь вот про этот подвал, это какой год был? Про подвал? Ну, это середина нулевых. Середина нулевых? Ну, 15 лет прошло. Да, это прослеживается, когда Федоров там пришел к власти в ЛДПР. Это и человек, плоть и кровь, осиновской группировки. И сейчас не то, что, я бы, честно говоря, и жене даже обещал прекратить этой темой заниматься, писать про это все. Ну, Андрей, блин, ну, начинаешь писать про сельское хозяйство все равно, ты выходишь на них. Как это-то? А вот так, любой фермер тебе расскажет, как отстреливался от братвы какого-то Коли Ушака, это там на юге, там, либо от Мони в Шилке. То есть, любой разговор сведется к тому, что они приходили их доить на этих стоянках, на этих фермах. И куда ни плюнь, везде ты приходишь в эту братву. Недавно работали по Краснокаменску, и там, фильм я сейчас не вспомню, ну, один из наших спикеров, там, нам порекомендовали, человек, который владеет ситуацией на комбинате, все подводные течения знает. И стоим мы у столовки, там, в центре, подъезжает такой отголосок 90-х, да я даже не понял, что за машина, я понял, что она много бензина жрет и громко, и громко рычит. Вот, подъезжает такой чувачок в этой волосатой кепке, выходит такой, машину посередине бросил, проезжает экипаж полиции, сигналят там, он им, значит, не факт показывает, типа, отвалите. Менты объезжают эту машину и уезжают. А он машину, пока он с нами говорил, он машину бросил в центре города, я потом узнавать, кто он такой, какой-то там полусмотрящий, то есть, вот, и полусмотрящий, который в состоянии на сегодняшний день, там, поднять шахтеров, там, на какую-то акцию протеста, там, которым позволено, там, что-то вывозить, там, какой-то металлолом оттуда. И, в общем, я к чему? Вроде бы мы говорим о ядерном щите страны, о ППГХО, ну, и там какие-то братковские темы, и там прослеживаются, и просматриваются. Слушай, ну, ситуация, возвращаясь к вопросу, все-таки изменилась за 15 лет и сильно? Да, я говорю, если бы все оставалось так, как было, мы бы не разговаривали. И возможности бы такой не имели, и не решились бы, скорее всего, или решились бы? Да, вот, знаешь, свой, а теперь и твой характер. Может, и решились бы. Может, и решились бы. Слушай, а все фотографии-то ты опубликовал? Нет, конечно. Еще будешь публиковать? Ну, видишь, давай я тебя там, я же не обещал опубликовать. Не опубликовать? То есть, часть фотографий останется навсегда в так называемом архиве газеты «Вечерка»? Нет, конечно. Я думаю, что мы сами, либо, может, совместный какой-то проект придумаем, и это станет достоянием общественности. Не зря же мы работали. И не зря я привел пример коллаборационизма Власовского с фашистами, да? В данном случае, я повторюсь, я нахожу параллель с Латсом то, что не мы такие, время было такое. Это неправильно, и это, опять же, как-то отдает под вот этой темой. А есть там на этих фотографиях еще не опубликованных какие-то люди из власти, которые еще не светились на подобного рода фотках? Есть. Есть. Интересно. Слушай, а последний вопрос. Как ты считаешь, может, Юрий Михайлович, он занимать должность спикера с учетом всего этого или нет? Я считаю, я вообще считаю, что ни один из ныне действующих представителей партии «Единая Россия» в Забайкале, из депутатов, не может занимать должность спикера нашего законотворческого органа, я считаю, что не только потому, что они все практически помараны, помазаны там связями с людьми, с бандитами, с убийцами, они, способы их мышления, те шаги, которые они пытаются делать, они деструктивны, они регрессивны, именно для, если мы говорим о Забайкале, о развитии Забайкаля. Я считаю, что в ЗАГС-собрании должен зайти человек в кресло спикера, который составит реальную конкуренцию исполнительной ветви власти во главе, в данном случае, даже с губернатором. И что-то подобное мы с тобой наблюдали, наверное, в тех же нулевых, что-то намеки, наверное, намеки были. И держаться за «Единую Россию», за их представителей именно, отдавать им все хлебные кабинеты, комитеты и кресло спикера ЗАГС-собрания, это неправильно, это недальновидно, это, если выражаясь статьями Уголовного кодекса, нецельвое расходование средств, в данном случае, человеческого ресурса. И региона. Так это знаешь такого человека, который мог бы составить такую конкуренцию конструктивную? Ну, этот вопрос... Решаем. Он решаем, конечно, это все обсуждается, это дается какое-то задание, сходи туда, не знаю куда. Дайди такую. Да, да. И людей можно проверить. Я, например, вот твой знакомый хороший, Вячеслав Иванович Ушаков, вот я с ним в тайге встрял, в безвыходной ситуации. Мы сломались, выйти оттуда невозможно. Я посмотрел, как этот человек принимает... Мне-то по кайфу, я журналист, я тему хапнул. Я посмотрел, когда человек в этих ситуациях принимает решение. Я не говорю о том, что он должен спикером или губернатором стать. Но есть, и я к тому, что есть такие люди. Я просто был удивлен. Я в армии, где, скажем так, подразделения элитные были, служили. Я мало таких людей видел, чтобы в вот такой экстремальной ситуации принять единственное правильное решение. Слушай, но принимать единственное правильное решение в лесу и принимать единственное правильное решение в кресле спикера ЗАГС Собрания, это разные истории-то вообще-то. Ну, понимаешь, если мы будем должность отдавать Юрию Михайловичу и его корешам, мы в такие дебри зайдем, что вот там та жопа, где мы с Вячеславом Ивановичем были, покажется большой землей. Возможно. Все эти оценки, безусловно, очень субъективны. И мои, и Владимира Ивановича Кантемира. И мы можем размышлять о том, достоин ли Конд занимать эту должность, недостоин. Можете вы размышлять. Это просто наша субъективная точка зрения. Конд занимает должность, сколько я понимаю, в соответствии с действующим законодательством. Здесь уже нет, наверное, никаких сомнений. Ну, а вы можете сами делать свои выводы. А фотографий для этого, по-моему, достаточно. И вот Володя обещает еще что-то опубликовать. Будут еще фотографии опубликованы. Ну, раз так вышло, давайте пожелаем все-таки Юрию Михайловичу удачи на этом посту, чтобы думать не о себе, чтобы смотреть в будущее, вперед, двигать инициативу законодательную, реализовывать ее на благо всех забайкальцев. И помнить при этом, что без прошлого, осознания прошлого, будущего не бывает. Пока. Я еще после Володинова пока все-таки скажу, что да, я присоединяюсь к словам Кантемира. Сам об этом говорю постоянно. Мы можем сколько угодно критиковать людей, которые пришли к власти, сели на ту или иную должность. Но коли уж они там сидят, то логично пожелать им действительно, наверное, удачи и умение думать действительно не о себе, а о том регионе, на благо которого вас поставили работать. Поэтому, Юрий Михайлович, я тоже желаю вам удачи. Думайте о нас. Для нас это очень важно. И думайте о регионе. Это будет очень круто. Ну а теперь точно пока.